Здравствуйте, это программа Кейсы Коммуникации. Я Максим Чернов, автор блога ProNetworking.ru. Сегодня у меня в гостях Илья Долгопольский, руководитель B2B направления Альпины Publisher, издательства и еще и сооснователь этого издательства. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Вы 18 лет, если не ошибаюсь, в этом бизнесе, 18 лет назад основали Альпину. Расскажите, пожалуйста, крупными мазками, что такое издательский бизнес и основную бизнес-модель Альпины. В классическом выражении издательский бизнес – это когда издательство выступает как посредником между авторами, теми, кто создал контент, и читателями, те, кто его, собственно, употребляет. То есть задача издательства – придать правильную форму этим знаниям или этим впечатлениям, которые авторы хотят поделиться с людьми. Это огранить этот бриллиант, придать этому интересную форму привлекательную. То есть правильно обработать текст, сделать красивую, хорошую обложку и качественное промо. И иметь сильный бренд, чтобы быть узнаваемыми, чтобы читатели ожидали этих новинок и тянулись. Вот крупная такая миссия или функция издательства. Если говорить про B2B, то здесь шире многообразная задача. Она коммуникационная прежде всего. То есть когда компания хочет издать книгу как средство коммуникации внутренних или внешних, она преследует целый спектр задач. Вот я о нем расскажу в процессе. Да, про B2B мы поговорим. Сначала хочу начать с такой, может быть, более классической истории. Вот считается, что книги пишут писатели, какие-то условные писатели. Да, читают читатели, какие-то условные писатели, которые родились с талантом и пишут детективы, допустим. Но, наверное, рынок, допустим, книг экспертов, тренеров и просто людей, которые захотели на какую-то тему поделиться своей экспертизой, он, наверное, тоже очень большой. Расскажите, пожалуйста, кто может написать книгу, если человек частное лицо, зачем ему это нужно и сколько это стоит? В основном, для того, чтобы написать книгу, поделиться своим опытом, своей экспертизой, действительно, должно пройти некоторое время автор или компания, как коллективный автор, должна до этого дозреть. То есть обладать какой-то рыночной позицией серьезной, чтобы выступать в качестве ментора для отрасли или для какой-то социальной группы или профессиональной группы. А что значит дозреть? Дозреть, самим себя осознать, как те, кто вправе не получать, но, так сказать, рассказывать людям, как правильно делать, какие есть рубежные образцы или какие здесь есть элементы опыта. Компания новичок, она просто, ну, это вряд ли может делать. Есть и такие, конечно, примеры, но это смотрится несколько странно. А если мы говорим про частное лицо, просто про физическое лицо, одного человека? Да, могут быть и авторские коллективы, и группы. Здесь обычно несколько другое. То есть частное лицо преследует цели самопиара или какого-то импульса, то есть что-то такое выразить через книгу. Это не всегда есть плод какого-то опыта, экспертизы. Но в большинстве случаев. В большинстве случаев это так. Зачем это человеку? То есть, например, я работаю, не знаю, менеджером по маркетингу в такой-то компании, директором по маркетингу или по закупкам. Я хочу, чтобы поделиться какими-то знаниями моими экспертами. Я там 15 лет в этой отрасли. Мне это нужно, чтобы меня потом хантили по рынку или это? Это очень интересный вопрос. Мотивации тех, кто покупает наши услуги, это всегда тема наших исследований и интересов. Обычно это делается для того, чтобы задействовать необычный, нетрадиционный канал коммуникации. То есть книга это все-таки редкий случай и тонкие коммуникации. Если обычные средства, обычные каналы, всем уже известные, телевидение, радио, пресса, это то, что уже, на мой взгляд, воспринимается аудиторией как уже некий фон шум информационный. С этих каналов, на мой взгляд, считывание идет в каком-то фоновом режиме на подсознание. Эти сообщения, по-моему, они воспринимаются, поскольку это каналы коммуникации, которые уже забиты информацией, с них снимать суть сложно. Обычно это некий шум информационный. Книга это более тонкая коммуникация, это интеллектуальный обмен между теми, кто ее придумал, и читателем. Это, скажем, вот как мы сейчас с вами разговариваем, это аналог вот этого. Если пресса, СМИ, это многоголосица такая, какой-то шумный зал, то книга это такой персональный частный обмен, где собеседники слышат друг друга. Поэтому это очень здорово. И менеджер или руководитель коммуникационной службы, который задействует этот канал, он обычно предлагает что-то интересное. Ну, в смысле, он предлагает руководству интересный способ интеракции между компанией, как носителем опыта, и аудиторией. Опять, вы возвращаетесь к компании. Когда я понимаю, это ваше основное направление, которым вы занимаетесь. Мой вопрос больше, наверное, полезно это частному лицу или нет, с точки зрения повышения своей стоимости на рынке и повышения своего бренда к специалисту. Да, если коммуникационщик, он скорее преследует карьерные цели, заказывая эту услугу или создавая книгу о компании, то частное лицо это собственное продвижение, это пиар. То есть, прежде всего, это пиар цели. То есть, спозиционировать себя как экспертного, опытного специалиста в данной сфере или области, или просто как такого... Как происходит отбор книг? То есть, насколько я понимаю, у вас есть модель, когда человек хочет издать книгу, и вы берете за деньги. То есть, вы как бы делаете продакшн, дизайн, обложку, тираж. И второе, когда книга вам нравится, и вы понимаете, что перспективно, с точки зрения автора перспективно, и книжка может хорошо продаться, и вы берете ее либо бесплатно, либо какие-то более выгодные условия. Вот расскажите, пожалуйста, про эти составляющие. Ну, я здесь приведу такую, может быть, неожиданную аналогию. Здесь нет ступенчатого такого перехода, как в автомобиле с, допустим, коробкой передач или с вариатором. Здесь постепенно смещается эта пропорция участия инициатора издания. Его финансирование может вообще не быть. Может быть в каких-то следовых количествах небольших, может быть в сопоставимых с инвестициями издательства, а может вообще инвестиции издательства не быть, только инициатор платит. То есть здесь все всегда очень гибко. Зависит это от того, насколько мы, как издательство, можем извлечь доход из продаж этой книги на широком рынке. Здесь все очень просто. То есть если книга потенциально бестселлер, мы не настаиваем на том, чтобы было какое-то финансирование. Да и обычно сам автор, инициатор издания это тоже понимает. Какой-то знаменитый автор, он не будет платить за свое издание, но наоборот потребует рояль. Да. А вот как определить, что это бестселлер? Допустим, этот автор либо первая книга, либо вторая. То есть он может быть известен, но совсем не широко. По каким признакам издательство определяет, что, блин, вот эта книга точно выстроит? Ну, если это вторая книга, то по первой. Если первая хорошо пошла, то есть основания полагать, что и вторая пойдет неплохо. Хотя, как говорят, не обязательно. Но иногда, зачастую, знаете, это издательская экспертиза. Пришел автор, сказал, я написал книгу, издайте. Мы смотрим и видим, например, что здесь достаточно общие места. Либо это такое, что ли, иногда это самолюбование. Иногда это просто, ну, такая аутобиография. Не представляющая интереса для широкой аудитории, скорее всего, а больше для автора и его друзей, знакомых, семьи и так далее. То есть если вы не Генри Форд, а просто человек, то ваша биография, наверное, не будет интересна широкому кругу. Понимаете, здесь очень интересно. Может быть, не Генри Форд, а, например, Айн Рент, которую отвергли, по-моему, около 20 издателей, потому что они не нашли ничего. А потом она стала мировой масштаба автором. И автором целой концепции мировоззренческой, к которой мы придерживаемся. То есть что должны быть книги? Какая-то фактура, полезность, интересность, слог, язык? Все это, безусловно. Но часто это неуловимая какая-то субстанция того, что книга на рынке пойдет. Это чутье. Вот это не измерить никакой линейки. Мы просто читаем, видим, что пишет здорово. Тема современная, актуальная. Она сейчас на поверхности. Не люблю говорить в тренде. Это явно может содержать в себе какие-то не инструкции, а опыт, который человек сможет записать, формализовать и потом применять. И стать богаче, более востребованным на рынке. Улучшить качество своей жизни. Мы сейчас очень сильно драйфовали в эту сторону от сугубо деловых тематик, в сторону вот таких soft skills, так называемых, умений, навыков, способностей. Просто жить интереснее, более полно и драйвово, так сказать. И так далее. Но это сочетание. Бизнес-литературу мы, естественно, не бросаем. Это наш core competence. Мы с этого начинали и продолжаем. Но очень востребована сейчас литература, которая позволяет улучшить качество жизни и расширить какой-то кругозор. Сейчас вот это очень востребованы книги, которые позволяют больше знать неформальных знаний, скажем так. Не научных сугубо дисциплин, а именно каких-то знаний о мире, о странах, о природе, о космосе. Сколько стоит издать книгу? Ну, плюс-минус. Ну, скажем так, широко это от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов рублей. Или в каких-то экстремальных случаях, когда это, например, юбилейное издание какой-то очень крупной компании, это может быть и больше 10 миллионов рублей. Но это совершенно феерическое. Может быть, история, она сочетает в себе и бумажный формат, и электронный формат, и аудиоформат, и издание на других языках. То есть это такое событие мирового масштаба. Илья, мы с вами поговорили про то, как к частному лицу издать книгу. Теперь я хочу про вашу основную компетенцию, вашу основную направленность деятельности сейчас пообщаться. Книги для компаний. Расскажите, пожалуйста, какие компании, можно с примерами, какие компании заказывают книги, и какие месседжи они хотят донести до сотрудников, либо до широкой аудитории? Обычно это компании, у которых, так сказать, развернуты маркетинговые коммуникации на внешний контур, у которых есть бюджеты на это, есть специалисты качественные, которые присутствуют в каналах коммуникации с аудиторией, которые проводят какие-то события, присутствуют в прессе, о них пишут. То есть компании, которых слышно и видно. Они обычно, испробовав, имея все коммуникации классические, иногда им есть смысл сделать такой вброс, такой небольшой взрывчик информационный, и сделать книгу, которая работает долго. В отличие от традиционных носителей, которые вспыхивают и погасают, книга работает годы. Хорошая книга работает годы, реально. Ее передают из рук в руки, она качует по людям, ее упоминают долго, ее читают, на нее ссылаются потом. То есть это такой долгосрочный канал. Это компании, у которых, как правило, больше тысячи сотрудников. Как правило, есть, естественно, небольшие компании, которые делают книжки на своей профессиональной специфике, работе. Но, как правило, это компания заметной в отрасли, ну, серьезными оборотами, там, обычно, это, там, сотни миллионов, тире, там, сотни миллиардов рублей в этой вилке. Зачем компания это делает? Вот, мотивация здесь схожая зачастую с физлицами. То есть это, во-первых, донести ценности, которые близки компании или ее руководителей до широкой аудитории. Хорошо, мы сейчас прервемся и после перерыва продолжим. Это программа «Кейсы коммуникации». Я Максим Чернов, и сегодня у меня в гостях Илья Долгопольский, руководитель B2B направления и сооснователь издательства «Альпина Паблиша». Можете рассказать какие-то примеры, когда компания хочет написать книгу о себе, либо же о чем-то, но встроит туда нужное компании сообщение о себе и обращается к вам, чтобы выпустить такую книгу на рынок. То есть есть определенная бизнесовая или коммуникационная задача, которая преследует компания, и под эту задачу пишется книга. Ну, вот это самый классический случай. Например, компания «Разгуляй», в которую входили несколько агрохолдингов, выпускала книгу, например, о сахаре. У нас заказывала книгу, мы подобрали эту книгу «История сахара», потому что у них вот были сахарный бизнес большой. А какое сообщение они хотели через это передать? То есть они там где-то брендировались, естественно? Да, это было брендировано, разумеется, издание. Сообщение здесь, книга называлась «Сахар сладкий и горький». Это на самом деле о том, как, ну это такой европейский, конечно, тренд сейчас, то есть как рабы трудились на этих плантациях, сколько их там погибало, как вот этот сладкий сахар, какой он на самом деле был горький в его производстве. И как потом все это, естественно, вся эта отрасль развилась, как этот тростник собирали, значит, из чего создавали, как месили эту, значит, ту субстанцию, с которой она получается. Ну, то есть эта компания говорила, ребят, вот сахар, который вы открываете коробку или песок и сыпите в себя в чай, он, собственно, вот такая его история. Так он получался, так он был придуман, из таких-то растений его делали. То есть это такая нонфикшн история про продукты. То есть такая очень широкого интереса история для широкой аудитории. Да, для широкой аудитории такой познавательный просветительский проект. Или, например... И через, просто чтобы закончить с этим, и компания «Разгуляй» наделала брендирование, там, вставляла, возможно, какие-то фотографии коробочек с сахаром, да? То есть, ну, для компании, кроме того, что это, наверное, проект такой, может, социально-общественный, это еще и коммуникационный проект. Ну, это книга была упакована в специальную такую коробку. Вот немножко там так и была тема сахарная присутствовала. Брендирование там довольно скромное. Обычно компания не выпячивает свой бренд, потому что это, я говорю еще раз, это канал тонких коммуникаций. Здесь лучше не кричать громко. Вот, то есть, это логотип, он находится там на передней обложке, самое большое. Внутри находится предисловие руководителя компании или соответствующего специалиста с его фамилией, имя, должности, регалии какие-то стоят. То есть, это обращение к аудитории, ребят, книга, затем-то, затем-то почитайте, вам будет интересно. А обычно упоминается название компании или бренда внутри, в тексте, внутри книги? Ну, потому что из книги переводная мы не можем ничего вносить туда. В лучшем случае... А это была переводная? Да, большинство книг переводные, потому что если это книга местного производства, то можно все что угодно делать. Вот компания «Транс Телекон», например, давно мы делали юбилейную книгу. Они там просто дали нам, коммуникационная служба отдала нам контент, весь, который с ними за много лет происходил, текстовый. Мы это все воплотили в ряд глав о том, как компания развивалась, какие с ней происходили свершения, как они добивались своих целей, какие там персоналии были. В общем, такой сделали микс. Создали эту книгу и выпустили. Ну, естественно, не на рынок, отгрузили им тираж, они потом отдарили там сколько-то лет после этого юбилея. А, понятно. То есть, эта книга была не для продаж, в отличие от «Сахара», наверное? Да, разумеется. Если это книга об истории компании, обычно они представляют интерес на рынке. Только если это не какая-то компания, государство образующая. Вот есть и такой жанр. Есть книга, например, «Скатерпилар». Мы делали книгу, просто я ее увидел в Амазоне, на радаре, что называется. Мы в курсе новинок еще до того, как они выходят. И мне показалось, что эта книга представила интерес для компании «Скатерпилар», потому что она называлась «Скатерпилар. Борьба за стоимость», скажем так. То есть, как руководители компании добивались того, чтобы ее уровня стоимость росла. Это действительно была битва целая. А эта книга была написана кем? Это книга с достаточно высокими сотрудниками «Скатерпилара» и писателями. То есть, руководители компании давали знания, делали с опытом, и специалисты, которые осуществляют литературную запись, которые просто райтеры, копирайтеры, писатели. И вы эту книгу заметили, предложили российскому «Скатерпилар»? Да, они это действительно очень здорово, драматически расписано, как компания боролась за стоимость, как родились инновации, внедрялись, все работало, что-то не работало, как принимались решения, потом понимали, что они ошибочные, допустим, выруливали потом на правильную дорогу. То есть, это обычно такая сага о конкурентной борьбе. И обычно это хорошая история, потому что если компания в момент издания обладает такой позиции, что она может себе позволить такой проект, значит, они в итоге через тернии все пробрались. И если интересно об этом написать, то это интересно будет читать. И, наверное, какие-то известные бренды, там, не знаю, Apple, Google, Gucci, Dolce & Gabbana, это бренды, которые сами по себе интересны. Если писать их историю, то это уже будет представлять интерес. И тут даже не надо брендирование встраивать. Ну да, это уже классическая издательская функция. Здесь мы просто должны понимать, что представляет интерес для читателей, и мы можем это делать без финансирования. Вот у меня есть и такие проекты. Но мы здесь внутреннюю конкуренцию, мы договорились, что я не составляю основным издательством. И если я вижу какую-то книгу, где финансирование внешнее необязательно, я ее передаю просто в редакцию. И я так напередавал несколько десятков книг, которые вполне себе успешно чувствуют себя на рынке. Понятно. О каких тиражах мы говорим, если речь идет, а, о книге, допустим, про юбилей компании, про саму компанию, биографию, история, и, б, вот та же самая книга про сахар, такого широкого массового потребления? Ну, обычно для коммуникационных задач это 2-3 тысячи экземпляров достаточно, чтобы использовать эту книгу год, два, три. Потом возникает потребность в какой-то следующий. Вот, например, FD Capital, компания регулярно, практически каждый год, мы выбираем для них книгу, которая завоевала какую-то литературную премию. Вот, у них такой, только есть ТЗ, вот, чтобы это была книга, не художественная, вот, которая получила какую-то награду. Их там много мировых, ну, Пульсер это основная, и еще там целый ряд. Вот, мы выбираем что-то, что, опять же, близко к финансовой тематике. Вообще, заказчик финансовый, он у нас, ну, один из первых. Он не первый, но и не второй. Вот, их очень много. Почему-то, вот, именно с нас учреждения, они коммуницируются со своими потребителями, ну, со своей аудиторией, вот, этим образом очень часто. Вот, ну, потому что, наверное, решение о передаче денег компании в управление, это такой тонкий момент, что здесь коммуникация должна быть тонкая. IT-заказчик у нас, очень большой консалтинг, вот, даже производство. Одно время мы вообще привнесли на российский рынок концепцию бережливого производства, лин, то, что называется лин-продакшн. Этот термин придумал вот наш главный редактор нынешний, Сергей Турко. Вот, и она так, собственно, это название и обрела, и многие промышленные и даже непромышленные предприятия, сервисные, они используют эту концепцию производства, производственных цепочек и сервисных цепочек, когда минимизируются запасы, когда все делается точно под ожидание потребителя, когда цикл от замысла до реализации, он очень короткий, делается последовательный, итеративный такой подход, и продукт делается под спрос, быстро-быстро дорабатывается, если он спросу не соответствует. Ясно. У нас, к сожалению, мало времени остается, но мне очень интересно еще спросить вас про будущее развития контента, в каких формах он будет, как он будет развиваться. Будут книги насыщаться, допустим, визуальным контентом, будут они проще по теме или сложнее по теме, а перейдут ли печатные носители полностью в электронные или нет? Что вы думаете про это? Это вопрос, который мне практически в 100% случаев вообще не задают. Когда электронные книги, наконец, победят бумажные? Я думаю, что никогда, потому что восприятие... Ну, естественно, гаджеты, это очень удобно. У нас, собственно, у самих есть электронные библиотеки, и я считаю, она лидирующая стороне, как по качеству, так и по количеству контента, по функциям. Вот, и мы сами, собственно, на гребне этой волны электронной находимся. Но при этом книга бумажная, она никуда не денется, потому что при всем удобстве просто сидеть в кресле и переварчивать страницы, это столетиями делалось, и эта потребность, она никуда не уйдет. Это привычно, комфортно, удобно, и это никуда не денется. Особенно если, вот в моем случае, попробовать подарить электронную книгу так, чтобы получил удовольствие, да, Дарь, это невозможно, это смешно. Окей, бумажная станция. А что будет в плане восприятия контента? Станет он проще, сложнее? Картинок будет больше? Ну, здесь очень большой спектр возможного вариантов развития. Но я только вот об одном скажу. Мне считается, это очень интересно. С компанией Росатом, в частности, мы сейчас обсуждаем, и, надеюсь, запустим проект, такая детская книга, в которой методами дополненной реальности рассказывается физика ядерной энергетики. Но она не очень детская, все-таки на старший возраст, но начиная от самых младших. То есть как вообще происходит так, что с помощью атомной энергии можно там отапливать дома, получать энергию для света, ну и так далее. Как вот это сделать? Дополненная реальность — это в случае книги, это такая волшебная штука, когда ты листаешь страницы книги, наводишь на них свой гаджет, свое устройство, смартфон или планшет, и там из страниц книги, ну, камера снимает книгу, и считывает определенный код, и прямо из поверхности книги вырастает 3D-объект. И он движется, что-то такое там меняется. Сейчас это безумно модно в связи с вот этими покемонскими всеми теми безумствами. Очень здорово. То есть будут форматы совмещаться? Это уже есть. Форматы с электронами? Это уже есть. Есть учебники с дополненной реальностью, где ты читаешь, и, ну, там, не знаю, паровая машина или двигатель внутреннего сгорания, он прямо показан, как он работает, как там все взрывается и, значит, шурует. Вот это вот такой классный современный тренд. И при этом мы можем сохранить печатную книгу. Да, да, это вот пример конструкционного взаимодействия. Илья, спасибо большое. К сожалению, время у нас заканчивается, закончилось уже. С нами был Илья Долгопольский, руководитель B2B-направления и сооснователь издательства Alpina Publisher. Я Максим Чернов, автор блога ProNetworking.ru. Это программа «Кейсы коммуникации». Увидимся. Продолжение следует...